Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем программу и прямо сейчас в нашей студии завитала ранковая гостья, с которой мы поспілкуемся на тему «Прикрашение новоречного стола». Отже, Виктория Халилова у нас гостяк. Вика, приветствую тебя. Спасибо большое за то, что пришла к нам в предновогодний настроение. Я снова рада быть с вами, друзья, в студии Бакетики, как всегда. Мы принесли красивый декор для Нового года. То есть этот раз я принесла какой-то красивый такой подсвечник. Даже сначала можно подумать, что это какой-то бокал. На самом деле это свеча. Його можно поджечь и поставить на новогодний стол. До речи, можем зараз побачить, показывают нам. Я дивлюсь, что прикрашали тут. Чим только можно. Минулого раза у нас тема была також декор новоречного стола, але мы використовували різноманитные рослины, которые только можно використать на столе. Тут, я вижу, ты поединяла абсолютно все. До речи, стиль такой, что-то с рустиком, похоже. Немножечко, да. Точно такие же элементы идут на новогоднюю свече и также на бутылки шампанского. Точно та, очень красивая. До речи, новоречная свечка, я так дивлюсь, была просто обычной с какими-то овенями. Чтобы не быть овенем на новоречный ниш, Вика решила прикрасить. И, соответственно, вот такая краса. До речи, что эту, что иншу свечку можно подпаливать и она будет нормально працювать и функционировать. До речи, стосовно шампанского, я так дивлюсь, что не просто можно выпить шампанского и потом выключить эту пляшку, а можно и прикрасить сразу, и потом, что она залишится, как момент декора у вашей осели. Что я так обожаю? Ну, красиво все-таки смотрится на новогоднем столе, будет замечательно, поднимает настроение все это. Вот белые элементы, как бы немного снега. Будет красивее. А самое главное, что если у вас огромная компания, друзья, то необходимо будет несколько таких бутылок сделать. Либо это открывать уже напоследок, либо в 12 ночи, либо уже под утро. Это не так сложно, они быстренько собираются. И я специально принесла несложный декор для Нового года, чтобы обычный человек мог собрать это дома. Здесь абсолютно ничего сложного нет. Все, что нужно, да, это любые нитки, которые есть. Это можно выйти, наломать каких-то веточек, мы это вам не говорили. Ну и, конечно же, клеевой пистолет с шишками и с различными элементами штучными для декорирования. Вик, 2016 год уже подходит к концу, уже не один у нас был эфир вместе, не один год уже вместе и знакомы с новым днем и, соответственно, друг с другом. А я хотел бы вспомнить 2016 год. Есть ли какие-то, может, общегосударственные праздники, может, какие-то личные, что запомнилось надолго и запомнится? Ну, я очень ждала событий, это второе открытие моей студии, нашей студии, Букетики-2. То есть я очень ждала и готовилась к этому. Для меня это очень важное событие в жизни. Ну и также событие тоже важное, не менее, в личной жизни. Я приобрела двухкомнатную квартиру, к чему я очень рада. Это для меня самая лучшая новость в этом году. То есть год, в принципе, хоть и высокостный был, но очень был замечательный. Ну что ж, а я очень, если честно, хорошо помню одну историю, общую нашу, когда я приехал проведывать Вику. Было дело, было. С бананами ищу, бегаю по этим этажам. Говорю, скажите, пожалуйста, где у вас Вика Халилова? А в какой палате? Говорят, да нет, я сейчас звоню. Вика говорит, я вот только полчаса назад уехала, я забыла тебя предупредить. Забыла предупредить. Я так спешила, мне так обрадовалось, что уже пора домой и бегом с больницы такси вызвала и бегом домой. Самое главное, что побыстрее с больницы. Да. Об этом мечтали все друзья и знакомые, чтобы побыстрее Вику отпустили. Все об этом писали, звонили. Ну что ж, вот так, 16-й год реально добегает уже к концу. Сегодня уже 30-й, завтра 31-й, все будут встречать, загадывать желания. Я тебе желаю, чтобы в новогоднюю ночь то желание, которое ты себе загадаешь, оно обязательно в 17-м году осуществилось. Возможно, еще одну двухкомнатную или новый ремонт двухкомнатной квартиры, что угодно. Самое главное, здоровье. И чтобы мы продолжали сотрудничество и рассказывать нашим телезрителям о том, как можно украсить свой дом при помощи таких золотых рук, как у нашей гости. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое.